Всем привет, с вами Дмитрий Гриценко, и сегодня я снова хочу показать вам еще одну партию Джекина Грека, думаю, что она вам понравится, поскольку здесь встретился довольно любопытный дебютный вариант, и все самое интересное осталось, конечно же, за кадром, но тем не менее, мы это сейчас с вами посмотрим и разберем, как вообще в этом варианте все складывается. Ну, опять же таки, пока это просто слова, давайте переходить от слов к делу. Итак, Грека играет белыми, черными играет неизвестный соперник. Ну что ж, Е4, Б6, в принципе, ход, понятно, что не самый сильный, однако, в принципе, вполне возможный. Итак, дальше последовало Д4, слон Б7, слон Д3, ну и в этой позиции, безусловно, черным нужно играть Е6, это главный ход в теории в данной позиции, там у черных полный порядок, однако есть довольно агрессивный ход, а именно ходы в 5. Ну, идея хода простая, это то, что в случае хода ЕФ со стороны белых, черные хотят сыграть слон Ж2. Именно так, тем не менее, играть белым и нужно, то есть все это и последовало, ЕФ, слон Ж2, ну и здесь кажется, что черные выигрывают ладью, на самом деле, да, там ладью спасти белые не могут, однако, у них есть конкретные угрозы, в общем-то, которые старше, чем ладья. Итак, далее последовало Ферзь, Ж5, Ж6, единственный ход, ФЖ, ну и в этой позиции соперник Грека грубо ошибся, он сыграл КНФ6, самый сильный ход этой позиции, это слон на поле Ж7, и там возникают довольно интересные варианты, причем многие из них, скажем так, далеко не очевидные, и ход слон Ж7 сейчас подробно разберем. Давайте пока покажу то, чем закончилась эта партия, то есть соперник Грека сыграл КНФ6, ну и далее просто получил довольно симпатичный мат 2 хода, после ЖАЖ КНШ5 и слон Ж6 мат, то есть для мата белым понадобился всего лишь 1 слон, ну и опять же таки всего лишь 8 ходов. Ну, понятное дело, что КНФ6 это грубый зевок, и давайте разбирать в этой позиции самый главный, самый сильный ход слон Ж7. Итак, слон Ж7, пока все просто, мы играем ЖАЖ, король уходит на поле Ф8, но в этой позиции, как ни странно, самый сильный ход за белых это не ЖЖ, а КНФ3. Ну и давайте разбираться, почему же КНФ3 здесь так сильно. Ну и прежде всего возникает логичный вопрос, что будет в случае хода слона Ж1 за стороны черных, как там дальше играть белым? Дело в том, что после хода слона Ж1 в этой позиции у белых очень сильные кроссы для черного короля. То есть в этой позиции белые играют КНФ на Е5 и просто угрожают мат в один ход, угрожают ход Ф7. Теперь у черных есть выбор, как сыграть это, либо слон Е5, либо Ф8. Давайте рассмотрим оба хода. Итак, черные играют слон Е5, тогда белые могут сыграть по-разному. Самое простое и самое сильное это ДЕ. То есть сейчас у белых не хватает по сути ладьи, ну за две пешки, но тем не менее, понятно, на что ладья важнее. Но, однако, тоже очевидно, что у черных КННЖ8 теряется, поскольку, в общем-то, нет хорошего хода у коня. И в любом случае, либо АЖ там, либо после КНФ6 ЕФ сыграют белые и коня отыграют. Вот, ну плюс ко всему, у белых есть масса угрожа для короля соперника. Давайте посмотрим примерный вариант, как дальше могут белые победить. Итак, допустим, черный КНД5. Ну, в общем-то, хороших ходов у них уже особо и не было. СНД5 один из возможных. Ну и далее вариант такой, АЖ, КГ8, ФГ6, КФ8, СЛНХ6, ЛДХ6, ФГ6. То есть уже в этой позиции у белых нижняя пешка. Но самое главное то, что они просто ставят ворсированный мат через несколько ходов. Допустим, в таком варианте, как КФ7, ФГ7 шаг, КФ8 и просто СЛНГ6. Ну и выясняется, что у черных нет защиты от простого и сильного хода ФГ8. Но в случае хода Е6 следует ФГ7 мат. Вот именно поэтому в данной ситуации уже черные просто получают мат. Так что можно сделать такой вывод, что после хода КНЕ5, вот в данном варианте, СЛНЕ5 за черных проигрывает. Однако ход ФЕ8, защищающий поле Ф7, тоже проигрывает. Здесь мы играем просто АЖ, ЛДЖ8 ходить нужно. Ну и в этой позиции за белых есть много выигрывающих ходов. Это ИКНЕ6 и ФЕ5. ФЕ5, наверное, чуть более сильный. Давайте покажу еще несколько ходов за белых. Итак, ФЕ5, СЛНЕ6, это все форсировано. СЛНЕ6, ЛДЖ7, тоже вынужденный ход. СЛНЕ7, КРЖ7, тоже, конечно, играть нужно. ЧЕ7, КРФ8. Ну и в этой позиции самое простое, это, конечно же, КНЕ6. То есть КНЕ6, и поскольку у короля здесь нет хода, приходится отдавать ФЕ5. Ну и в этой ситуации понятно, что белые побеждают. У них лишний ФЕ5 плюс матовая атака. То есть это все говорит о том, что вот в данной позиции, после нашего хода КНЕ3, у белых очень сильная угроза КНЕ5, поэтому черные не могут ее игнорировать и играть СЛНЕ6. Они обязаны сыграть по-другому, а именно КНЕ на Ф6. КНЕ6 здесь самый сильный ход. Итак, КНЕ6, ФЕ6. Ну и в этой позиции снова у черных есть ход СЛНЕ6. И давайте его разберем. Все дело в том, что после хода СЛНЕ6 уже белые выигрывают по-другому. Итак, СЛНЕ6, и в этой позиции не КНЕ5, не КНЕ5. Самый сильный ход за белых это СЛНЕ6. Итак, СЛНЕ6, ну и здесь выбор уже возникает у черных. Ну, два самых сильных и самых логичных хода. Это СЛНЕ6, либо же ЛДЕ7. СЛНЕ6 хуже, поэтому давайте с этого хода начнем. Итак, СЛНЕ6, тогда мы, конечно же, забираем. КНЕ7, ну и здесь просто белые ставят форсированный мат. То есть КНЕ5, КНЕ8, СЛНЕ6. В принципе, вариант, конечно, для черных очень плохой, но тем не менее, ход СЛНЕ6 мы обязаны были посмотреть, поскольку это форсированный вариант. Вот, ну и теперь давайте вернемся назад, вот к данной позиции, и посмотрим ход ЛДЕ7, который гораздо сильнее. Итак, ЛДЕ7 играют черные, у них пока просто лишняя ЛДЕ, однако у белых очень сильная атака. Белые играют КНЕ5, и сейчас в атаке у белых уже 4 фигуры, ну и плюс ко всему есть две конкретные угрозы, это прежде всего ФЕРЗЕ7, ну и вторая угроза, это взятие ЛДЕ на поле Х7, вернее, то есть КНЕ7. Ну и после КРОЛЬ Ж8, как раз таки мы здесь играем КНЕ7, теперь уже угрожает ФЕРЖЕ7 мат, вот поэтому у черных нет времени на какие-то такие, скажем так, агрессивные ходы, приходится уходить в пассивную защиту, играть КНЕ8, и в этой позиции можно сыграть просто КНЕ5, вернуться КНЕ назад, ну и здесь угрожает, прежде всего, ход ФЕРЗЕ7, от которого у черных нет нормальной защиты. Ну и далее примерный вариант такой, допустим, черные играют Е5, ну снова здесь уже хороших ходов не было, Е5 один из возможных, и далее вариант такой, ФЕРЖ7, КРОЛЬ Ф8, СЛОН Ж7, КНЕ7, ФЕРЖ8, КРОЛЬ Е7, ФЕРЖЕ7, я все это довольно быстро показываю, вариант, в принципе, довольно простой, но в этой позиции у белых уже лишняя фигура, плюс сильнейшая атака, поэтому тут очевидно, что белые побеждают, давайте уже вариант продолжать дальше не буду, в принципе, довольно простой, то есть здесь очевидно, что белые выигрывают, то есть могут сказать только, что здесь еще и как минимум ФЕРЖЯ можно выиграть, допустим, КРОЛЬ на поле Д6, тогда КНЕ7, далее КНЕ8, это самое простое, это у белых просто лишняя ферзь и легко выигранная позиция. Именно поэтому давайте вернемся теперь еще раз назад, к данной позиции, когда черные сыграли, АСЛОН НС1 мы смотрели только что, вот такой ход, и там мы играем именно АСЛОН НС6, не КНЕ5, не КНЕ5, АСЛОН НС6, и далее побеждаем. Однако, в общем-то, за черных, в общем-то, довольно простой и логичный ход, такой как СЛОН Ф3, то есть есть не ЛАДЮ, а КНЕ, который был довольно опасен за белых, и теперь уже СЛОН НС6 за белых ничего особо не дает, нужно играть по-другому, а именно ЛАДЯ Ж1. Итак, ЛАДЯ Ж1, нападая на Ж7, ЛАДЯ Ж7 играть черным вроде бы нужно, и здесь тоже довольно такой странный ход за белых, однако ход довольно конкретный, после которого у черных возникают проблемы с координацией фигур, и подвисают слишком много фигур одновременно, это ход ФРЖ3. Ход ФРЖ3, после которого мы хотим сыграть и ФРЖ3, и СЛОН НС7. Ну и здесь самый сильный из-за черных, понятно, что СЛОН Е4, но однако и здесь тоже не все так просто, вариант нужно продолжить дальше, то есть СЛОН Е4, КНЕ4, и после хода ФРЖ3, выясняется, что черных подводит, как ни странно, ЛАДЯ на поле А8, которая подвисает. Вот будь, допустим, у черных сделан ход КНЕ6, у них была бы позиция, наверное, просто с перевесом. Ну вот здесь после хода КНЕ6, мы играем ФРЖ на А8, то есть съедаем ЛАДЮ, ну и далее тоже вариант, особо можно не продолжать, то есть можно сделать такие ходы, как КНЕ6, допустим, размен ФРЖ3, КНЕ3, ЛАДЯ H2, СЛОН Е3. Ну дальнейшее уже не так важно, поскольку уже игра идет нефорсированная, и здесь, в принципе, и у белых, и у черных уже были разные варианты, вот, но в любом случае, здесь белые получают материальный перевес, в данном случае это лишнее качество, в общем-то, это оптимальный вариант для черных, из всего того, что у них было, вот при идеальной игре получается примерно такая позиция. Ну и, подводя такой некий итог данного варианта, могу сказать, что, в принципе, после Е4, Б6, Д4, СЛОН Б7, СЛОН Д3, играть Ф5 черным крайне рискованно, поскольку, если здесь белые знают теорию, то вот после Е, СЛОН Ж2, СЛОН Ж5, здесь у белых везде перевес, то есть Ж6, ФЖ, это все форсировано, КНЕ6 проигрывает сразу, как было в партии Грека, поскольку после ЖАШ, КНЕ6, СЛОН Ж6 мат, белые просто ставят. Ну, а после хода СЛОН Ж7, далее мы играем все равно ЖАШ, КНЕ8, в этой позиции далеко не все так просто, потому что, в общем-то, здесь за белых действительно нужно проявлять точность, но, тем не менее, при точной игре белых все-таки у них будет перевес, именно поэтому данный вариант встречается в наше время крайне редко, и поэтому черные играют более спокойные линии. Допустим, вот, если вернемся мы к позиции после третьего хода белых СЛОН Д3, здесь, конечно же, намного чаще играют Е6. Этот ход считается более сильным. Ну что ж, надеюсь, что эта партия, все варианты, которые я разобрал, были вам интересны. Спасибо за внимание, и до скорых встреч уже в новых видеороликах.